Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале «Пиратская жизнь», обсудим очередные видосы и о том, как Нинку уделала мама-отличника и правильно сделала. Значит, вернёмся к угрозам в мой адрес, которые якобы писала Алия, некая Алия, что, по сути, и подтвердилось. Оказывается, в телеграм-канале эта же Алия тоже там написывает комменты. Всё понятно, ребят, теперь здесь уже всё понятно. И почему-то, да, резко Нинка чё-то в своих видосах вспомнила про работу Вована. А то, что её колбасит, так её бесконечно колбасит. Колбасит не только из-за того, что на неё там делают обзоры, а по той причине, что и комментов-то нормальных не найти. Ну, которые поддерживают, да, Нинку. Как она там говорит, что, ой, там прям чуть ли не нормальных людей, говорит, всё-таки есть нормальные люди, которые её поддерживают, да. Да, но нормальные люди-то есть, да. Но нормальные люди – это те, которые тебе говорят правду. Они пишут, да, лизоблюдство. Ну, знаете, вот лизоблюдов не видно-то. Ну, есть, да, некоторые такие комментарии, которые не то чтобы поддерживают Нинку. Ну, просто стараются люди как-то вот корректно высказываться, но не в пользу Нино, скажем так. Ну, а так люди высказывают честное мнение. И, впрочем, вполне нормальные комменты. Но для Нинки комменты эти совсем ненормальные. И, вы знаете, для такого огромного количества, вот по сравнению я сравниваю со своими, да, видеороликами, что у меня-то просмотров не столько много, но комментариев предостаточно, да. Но если взять канал Нино с ее просмотрами и 300 комментов и практически просто единицы каких-то таких, да, поддерживающих Нино, которые она написывает походу сама себе, создавая аккаунты. И, слушайте, где там ее кто-то поддерживает, где там какой позитив? Ну, вообще, по-моему, на канале «Пиратская жизнь» позитива-то и не найти. Вот ее колбасит, колбасит, отмазывается, говорит, что вот, как вы мне пишете, так я вам и отвечаю. Ну, если честно, как-то странно, да, в видеороликах прошлых, да, ну, я уже запуталась за какой день, но слишком активная была у нас Нинка. Это, по-моему, было как раз-таки после гостей, да, где у нас сверкал Вован голым торсом, да, и хоть ты бюстгальтер одевай было на него, да. И вот именно в тот момент очень активно она отвечала своим зрителям, ну, прям очень активно. И вот такое вот поведение, вы знаете, вызывает вопросы относительно того, что вот, как Нинка говорит, мы не пьем, мы не пьем. А мне что-то подсказывает обратное, да, потому что либо ее уже колбасило просто не по-детски, и она уже отвечала. Так часто, практически на каждый коммент, ну, либо, ребят, другое, что побыли в гостях, хорошенько, да, развеялись. Ну, вы сами понимаете как. Поэтому и такая активность. Ну, и, ребят, мы возвращаемся к теме мамы-отличника. Помните, я буквально вот недавно делала обзор на ее этот старинный видеоролик, который она выпускала два года назад. Возможно, ребят, возможно, этот видеоролик и не видела мамы-отличника, возможно, и видела. Ну, кто его знает? Ну, не знаю, может, и мама-отличника Пауна и мониторит там видеоролики, где ее, может, упоминают, может, где-то ко мне заглядывала. Ну, кто знает. Сразу скажу, что я не фанатка, не поклонница. Я вполне нормально дышу к ней. Ну, знаете, не вижу я там такого, да, что чему можно было восхищаться, конечно, супер-пупер. Но я одно время смотрела ее. Ну, снимает и снимает. Ни у кого она ничего не клянчит. Что хочет, то и снимает. Нравится ей снимать себя, свою жизнь. Ну, пусть снимает, ребят. У нее есть свои поклонники. У нее есть люди, которым она нравится. Есть с кем ей общаться в комментах. Ну, хейтеров везде полно. Кого-то она напрягает, кого-то она просто-напросто выводит. Тут, в общем, не без этого, да, согласитесь. Но сравнивать маму-отличника с пиратами, то, ребят, это уже шо-то с чем-то. Ну, а Нино якобы сначала, да, два года тому назад чуть ли не высмеивала маму-отличника. Помните, говорила, ой, там переигрывает то-то, то-то. Прям-таки, да, критиковала ее, что мама-отличника не так делает, не так снимает. Но вообще пять минут позора там и Турция, помните. Ну, а сейчас, да, она там что-то там восхищалась. Вот, понимаете, человек не знает уже, к кому прилипнуть. Тоже на ком рвануть хайп. Где-то Судакову она цепляет. Пытается быть похожей на нее. И даже сейчас в видеоролике... Да, Ниног, точно, точно. И маму-отличника там, она уже восхищается короче, не знает, с какого боку к кому прилипнуть. Инка ее туранула. Мама-отличника ее уделала, да, высмеяла. И рассказала в прямом эфире, как некоторые пьют чай с огромных таких, да, бетончиков. Ну, это я выражаюсь, да, и намазывают, намазывают эти бутерброды. Короче, уделала, уделала как только могла. И, в принципе, правильно сделала. Поддерживаю, поддерживаю полну в полном объеме, честное слово. Ну, потому что, вы знаете, пиратка, вот она из-за того, что вот это вот скудаумие, да, не знает уже, куда прыгать. И к кому где под бачок, да, прилепиться, чтобы только хоть на чем-то хайпануть. Сама же уже вообще интерес, да, потеряла у зрителей, потому что ничего нового мы не видим. Спар, жрачка, ну, сейчас кайфси морали читает, ну, жирами трясет нам. То на диету она собирается сесть, чтобы ей побольше комментов написали. То она операцию собирается сделать по уменьшению желудка. Опять же, да, развод на комменты, а потом начинает уже возмущаться и разрываться на всю катушку и ругать всех. Ну, ребят, ну, вот что это за интерес? Ну, что это за интерес? Ну, одно и то же. Настолько все тухло и неинтересно. Ну, а по поводу Вовчика, масла и его работы, якобы в охране, в военной прям. Так это, ну, ребят, это чушь, полная чушь. И да, отмечу тему, что Нинка так любит своего мужа, что говорит, что пытается сделать из него мужика. Вы знаете, а по сути делает из него бабу. Вот я не могу понять, да, себя, слушайте, уродует этими короткими стрижками и становится похожей просто на мужчину, да, но никак не на женщину, ничего женственного нет. А Вована превращает, наоборот, в женщину этими покрасками. Ну, седой, фиг с ним. Седой, значит, седой. Седой подстригла и нормально, что седых мужчин нет, ребят. Или все мужики, которые седые, красятся. Ну, это просто смешно. Я как-то своему мужу сказала, давай тебе чуть-чуть седину затонируем. Он так посмотрел на меня. Потом Лера предложила. Ну, она же у нас тоже стилист, визажист, парикмахер. Говорит, пап, может быть, тебе подтонировать седину? Опять же косой взгляд. Говорит, вы что с меня собрались, женщину что ли делать? Бабы, говорит, вы что это? Вы, говорит, на своих бошках делайте, что хотите, а меня не трогайте. Вот, ребят. Поэтому делает она из него точно не мужика. Да и мужик – это не прическа, не крашеные волосы, да. А в мужчине совершенно другое, другие качества. Мужчина должен быть мужчиной. Его красят мозоли от работы, нежели седая выкрашенная, да, в чёрный цвет бошка, который сидит с утками, играет в танчики, да, говорит, вот так вот, говорит, мужики, мужчины играют. Мужчины не играют, не но. Мужчины бабки заколачивают. А твой сидит и с утками зависает в танчиках. Потом ты бошку ему красишь, водишь его, да, в спар, туда и назад, за ручку. Иногда заводишь его перекусить в КФС и попить кофейку. Вот и вся жизнь, да, и ты радуешься, что Вавусика рядом с Нинкой, да, и ей не так скучно. Фу, позор, позор и ещё раз позор. И не надо мне говорить, что вы просто завидуете, как, знаете, вот постоянство уже какое-то в комментах. Завидуй молча. Чему завидовать? От этого, наверное, сгоришь со стыда, чтобы рядом сидел мужик, который не работает, которому ещё надо бошку покрасить. И ещё, ребят, накормить и за ручку в магазин завести. И ещё и подумать, можно ему что-то купить или нельзя. Фу, ребят, чему тут завидовать? Тут при виде такого мужчины, да, какая может зависть быть, только отвращение. В общем, мои хорошие, напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свои мысли. Ну, а я, как всегда, прежде чем с вами попрощаться, желаю каждому из вас наипрекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. И, конечно же, мои хорошие, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.